Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский, это видео для участников школы, оно будет полностью практическое, а тем людям, которые смотрят, по крайней мере, получат понимание, что делать. Итак, ребят, мы с вами уже довольно нормально внедрились в языки, на хорошем уровне, конечно, подтягивались, разобрались функции, начали входить в классы, теперь надо все это дело как-то закреплять. Я решил выбрать несколько проектов, первый, с чего мы начнем, это BV, да, что это такое, в этом видео рассмотрим, что это такое, давайте сразу покажу. Смысл проекта следующий, я буду показывать и рассказывать. Здесь можно писать дископное приложение, потом перегнать его сразу в Android приложение или iOS, и можно сделать веб-приложение. Вот-вот на реализации можно сделать страницей Django будет, да, допустим. Здесь я тренировался. Это выборка. Ну, например, можно рисовать. Ну, например, можно делать деревья. Вот, добавляется, прокрутки, удалять, что хочешь. Ну, в общем, очень много виджетов. Вот, что еще такое я делал. А, ну, вот таблицу сейчас делал. Добавление столбцов. Сейчас разбираюсь, как двойным кликом редактировать. Ну, мы с вами начнем с программы немножко попроще, чтобы понять нам полный смысл. Иными словами, вы поняли. Но, что надо сказать. Сегодняшний день на рынке для Android есть две вещи. Это BV и Kiwi. Kiwi тоже будем работать. Мне она тоже нравится, библиотека. Тоже много виджетов. И там, и там виджеты. В чем разница? Разница Kiwi, она под Android и просто библиотека с большим количеством виджетов. BV – нативная библиотека. Иными словами, под конкретную операционную систему. Можно работать в Windows, Mac, Linux. И можно делать программы для Windows, для Mac, для Windows и для Android. Android, iOS, в общем, для всего. По сути дела, смысл такой. Написал одно приложение и перегнал во все форматы. Это не просто один проект. Он очень сильно разевается. За ним я наблюдаю с 2013 года. Тогда он был совсем сырой. Ну вот, в 2019 году было представлено на конференции итога. На конференции разработчиков. Теперь вопрос, кто сделал этот проект. Вот он меня тогда сразу заинтересовал. Правда, я им начал интересоваться для того, чтобы учиться писать код. Что я под этим имею в виду? Мы с участниками школы постоянно учимся у этого человека. Зовут его Рассел Кейт Маги. Откуда я его знаю? Это один из ведущих разработчиков Django, который компетентен в любой части Django. Django – очень сложный код. А это его уже проект. И к нему может, по сути, присоединиться абсолютно любой человек и тоже что-то писать. Поэтому нас с участниками школы интересовали в первую очередь это... Как пишет код, да? Как пишется код, как делают комментарии. То есть сама структура. Именно у таких людей надо учиться. Делают сейчас довольно много людей этот проект. Но это не только один проект. Это группа проектов, ребята, на самом деле. Это большая группа проектов. И здесь есть уже довольно очень зрелая. Итога зрелая. И мы на ней будем сейчас заниматься. Потому что нам надо практически закреплять. Есть такая вещь у начинающих программистов. Вот пока работаем в командной строке, там со средой пишем некие отрезки кода, все нормально. Бац, пришли к реальной библиотеке, все, потерялись, все забыли. Так вот это надо здесь развивать. Поэтому будем. Теперь я хочу сказать, закончить свою мысль. Это большая группа проектов. Например, библиотеки. Тога, да? Мы сейчас будем использовать Тога, да? Все остальные тут CSS. Где-то что-то развивается. А еще. Дальше. Шаблоны. Очень зрелые шаблоны. Развиваются полностью. Android шаблоны для всех систем. Дальше. Это хорошая вещь для слайдов. Например, есть, конечно, презентация там PowerPoint, но она совершенно не годна для программистов. Так вот, команда решила сейчас написать классную для презентации, которая годна именно для программистов, чтобы было удобно работать с кодом. То есть, вы соображаете, насколько мощный это проект, да? И вот он уже много лет развивается. Так, ну это я еще даже не смотрел. Что я хотел еще вам показать? Кроме этого, здесь развивается куча, то есть утилиты, отладчики, потом чтение документации и многое-многое-многое другое. По сути дела, это группа проектов, чтобы вы могли, мы с вами могли и работать удобно, и, значит, править ошибки. То есть, и все работает в автомате, да, на автомате. Так как я понимаю, так как Рассел Кейт Маги является одним из ведущих разработчиков Джанго, то Тога работает так же, как Джанго. То есть, по сути дела, по принципу, вот как в Джанго работает менеджер Пай. Здесь для этого есть инструмент портфель, который очень зрелый, очень развит, и, по сути дела, все, что мы будем делать, будет делаться на автомате сборка, будет делаться на автомате сборка под Android, будет делаться на автомате сборка для Linux, допустим, для Windows. Для Linux вообще удобно, там AppImage формат, то есть, ничего не требует, не надо потом не устанавливать, просто загрузил файл и все. Также здесь предусмотрены много других разных фишек и отладка, и все, все на автомате, ребят, все очень удобно. Сейчас посмотрим. Теперь, если вы почитаете документы, вообще вот этот сайт, то Рассел Кейт Маги, он рассказал. По сути дела, Тога, он не брал где-то саму Тога, не брал, он просто с нуля написал эти виджеты на плюсах. С плюс плюс, да? Не цепляйтесь, я тут С, то С говорю, мне как это. То есть, полностью написал виджеты. Давайте посмотрим. И вот здесь написаны операционные системы, на которых вообще вот на данный момент будет работать, да? Какие-то виджеты работают, допустим, еще только на Android, Windows и Linux, да? Почему? Но библиотека очень быстро разевается, то есть, можно брать в оборот уже сегодня. Будет работать Джанго, и думаю, в ближайшее время, по сути дела, уже компилирует портфель и веб-страницу. Я так понимаю, URL надо будет доставить Джанго, и вот тебе готовое приложение, это очень круто. Виджетов очень много, мы с ними познакомимся, да? Виджеты имеют большое количество методов, есть примеры. То есть, я посмотрел, поработана библиотека, и постоянно вот, ну, заходил не так давно, и обращаю, работал, допустим, с Table, и уже вижу, добавляются новые методы, да? Вот здесь я хочу, чтобы ребята школы начали разбираться. Говорю, когда мы пишем код кусками, это одно, а потом начинаем работать с документацией. И оказывается, как я убедился, за эти 11 лет работ с языком, смотрю книжу, вижу ни хрена не вижу, ничего не понимаю, и все забываю, растерялся. Так вот, давайте это подтягивать. Сразу и начнем. Так, ну, что я еще хотел рассказать потога? Идею поняли, да? По сути дела, то, что я хотел рассказать, я рассказал. Значит, в следующем видео начнем делать уже программу. Ну, как я сказал, будем что-то совсем простенькое сделаем, чтобы понять смысл. Нам надо просто тупо на первые занятия понять смысл, как строится эта программа. А теперь вот скажите, согласитесь, что это очень круто, когда ты делаешь дископное приложение. Во-первых, оно очень просто строится. Во-вторых, раз пригнал в мобильное, раз делал веб-страницу. Ну, ведь это круто, да, согласитесь. А когда еще все инструменты будут, ну, в общем, давайте к делу. В следующем уроке и начнем. Так, да. В общем-то, на главной странице я написал за основу взятой функции. Здесь я очень четко расписал, в чем смысл школы. Это я о школе расскажу. И здесь не стандартное обучение. Я отошел от того, что делают многие. То есть я начал с функции. Почему? Потому что функция основная часть программы. Вот этим мы и занимаемся. А вот под функции подтягиваем все остальные языки. Все, ребят, спасибо. Спасибо.